Спасут только ледоходы. Бейск превратился в один большой каток. Передвигаться по улицам изнутри дворов стало травмоопасно. Усугубляет ситуацию прорезанной среди ледовых глыб канализационные люки. Дыры среди сплошной блестящей поверхности появились с приходом весны. Плюсовые температуры к их образованию не имеют никакого отношения. Обнажили их ресурсоснабжающие организации. Однако такие действия вызвали бурную реакцию среди горожан. И без того небезопасные улицы стали еще страшнее. В некоторых местах, поскользнувшись, можно угодить в яму и в лучшем случае отделаться испугом. А можно и на больничной койке оказаться. Недовольны положением дел и водителей. Порой рытвины не видно и на полном ходу авто попадает в ловушку. Отметимся состояние внутридоворовых территорий и межквартальных проездов отвечают управляющие компании. И насколько они справляются своей прямой обязанностью, мы спросили у жителей города. Очень скользко. Все бока уже болят. Вы падали? Да, вот, хотя бы переходить. Слава богу, не сломал. Но до сих пор задеть больно все. И никто не посыпает ничего, никому не надо. Иду и боюсь идти. Надо, а боюсь идти. Потому что убиться, разбиться, переломаться можно. Уже были претенденты, что вы падали, возможно? Без серьезных? Без серьезных, но очень боюсь ходить. Стараюсь вот прям ближние магазины и ближние. Потому что не перейти улицу, скатишься, кругом корыта вот такие. Не перейти, не пройти никуда невозможно. А во дворах у нас каток. Каток. Сплошной каток. Очень плохо. Ужасно. Очень, очень опасно. Очень скользко. Очень травматично. Особенно пожилым. Я сейчас смотрю на бабушек. Ужасно вообще. Очень скользко. И вообще нет заботы о людях в городе. Никто о нас не заботится. Просто смотришь, и душа замирает. Ну как ездят машины, я не знаю. Но это вот еще додумался, кто-то хоть поставил щит. А иначе машина куда умернет? Вообще кошмары не знаю. Так вот будешь идти, и ребятишки, и свалимся туда в эти люки. Ужасно. Ловушки хорошие. Влететь туда, ноги сломать туда. Еще нет. Но надо что-то делать.